Всем привет, друзья, с вами Арм. Дефукбум, не перестает удивлять, он сделал еще один тростлив, и это уже четвертый по счету. Чуть позже я покажу вам его, но для начала обсудим еще более интересные темы, начиная с заражения Тиммонетистана и дальнейшие действия Альянса, заканчивая мега теорией о том, что секретный агент намеренно позволил заразить Тиммонетистана, чтобы затем нанести мощный удар по астротуалетам. Ну и вы поймете, что это за кадр. Кроме того, мы наконец-то разберемся, что это за 4 квадрата и почему они именно таких цветов. В общем, как вы уже поняли, сегодня будет жарко, прямо как сим-камерамену рядом с Тиммонетистан. Кстати, если вы хотите, чтобы эти двое наконец-то были вместе, ставьте лайк под этим видео, посмотрим сколько нас. Ну а мы поехали. В интервью с Бумом я уже задавал вопрос о работе телепорта базы Тимменов, и из его ответа стало ясно, что кроме энергии Тимменов, ключевую роль в этом процессе играет устройство с четырьмя квадратиками разных цветов. Когда ученый Тимменов нажал на кнопку, стрелка, находящаяся в центре белого квадрата, сместилась на один из цветных квадратов, что и вызвало телепортацию базы. Не нужно быть гением, чтобы понять. Эти квадраты символизируют запасные локации для базы Тимменов, куда они могут перемещаться в случае угрозы обнаружения текущего местоположения. И это наводит на мысль, можно ли предположить или догадаться, где именно находятся остальные два места, куда база сможет телепортироваться. Я пытался разобраться в этом, ссылаясь на произведение «Замок Хоула», которое вдохновило Дафука как раз таки на эту идею, но, покопавшись, не нашел явных параллелей. Однако, случайно наткнулся в комментариях на интересную теорию одного подписчика под именем Анвар. Ответ на этот вопрос он попытался найти в цветах. Если обратить внимание, то после телепортации остаются два неиспользованных квадрата, фиолетовый и серый. И если учесть, что первоначально стрелка была на белом квадрате, можно предположить, что он символизирует снежную местность, то есть Аляску, где и находилась база до удара Мазершипа. Черный квадрат, в свою очередь, связан с запрошенной тюрьмой, что соответствует темным, мрачным и скрытым местам, куда как раз таки телепортировались Тиммены. Но что значит фиолетовый и серый квадрат? Пока, в принципе, непонятно. Однако, если учитывать параллель эту, что цвета дают нам подсказки, то как минимум фиолетовый – это цвет самих Тимменов. Так что при телепорте во второй раз это может быть не настолько критично, или же ситуация изменится в лучшую сторону после этого. Не отходя от темы Тимменов, снова поговорим о заражении их Титана. Когда мы впервые увидели астропаразита, у меня возникло некое дежавю. Прочитав комментарий DynFest, я понял, что эта технология сильно напоминает хедкраба из игры Half-Life. Хедкраб, кто не знает, – это паразит, который захватывает контроль над своим носителем, прицепляясь к голове, делая его полностью зараженным. Это можно применить и к Тиве Титану. Паразиты в стиле Титана выполняют роль управляющего устройства, позволяя астротуалетам контролировать его действия и силы. Однако, если уничтожить этот паразит, можно предположить, что сам Титан погибнет. Так как с хедкрабами, убивая их, вы убивали и самого носителя. Схожесть паразита Астра с хедкрабами есть даже внешне. Они тоже крепятся к носителю своими лапами, а затем заражают. Это еще раз подтверждает теорию о том, что просто так Тиве Майн Титан вернуть обратно не получится. Или все-таки это возможно? Есть вероятность, что ядро связано с материнским кораблем астротуалетов, то есть с помощью связи. Возможно, именно оттуда теперь будут посылаться сигналы зараженному Тиве Майн Титану, управляя им дистанционно. И если предположить, что эта теория верна, то возможно, уничтожив этот корабль, паразит отключится, и Тиве Майн Титан вернется в прежнее состояние. Однако, стоит обратить внимание на скорость и мощность воздействия паразита на ядро Титана. Если оценить, с какой скоростью и силой этот паразит проникает в ядро, можно предположить, что Титан может оказаться неспособным вернуться в прежнее состояние. Я уже говорил, что паразит находится внутри Титана, в его сердце. Самой главной части. Поэтому уничтожение паразита может привести к кибели Тиве Мана. Но, как вы понимаете, строить теорию только на том, что это похоже на что-то из другого произведения, ну, не самая хорошая идея. И, конечно, есть большая вероятность, что у этих технологий могут быть разные особенности. Тем не менее, существует и альтернативная возможность. Если источник управления можно уничтожить, разрушив центральную систему, это может позволить освободить Титана без его полного уничтожения. В таком случае, это не будет вопросом физического разрушения, а скорее операцией по устранению головы управления, которые контролируют все действия Титана. Хоть и звучит это интересно, но пока эта теория маловероятна, так как мы буквально не знаем, как устроен этот паразит. И сейчас пришло время рассказать сегодняшнюю главную теорию, но перед этим я хочу вам рассказать о лучшей мобильной игре Grand Mobile, друзья. Это не просто игра, а целый онлайн город с живыми игроками, экономикой и огромными возможностями. Здесь ты можешь общаться по голосовому чату или в текстовом формате, взаимодействуя с людьми, как в реальной жизни. Ты сам выбираешь, кем стать, будь то бизнесмен, бандит, полицейский или даже перекупщик машин. А также ты можешь купить себе дом, машину, выбрать работу по душе и развиваться в игре. В Grand Mobile постоянно выходят обновления, которые делают игру еще интереснее и добавляют новые механики. И вот приятный бонус от меня. По нашему промокоду SKIBIDI ты получишь 1000 рублей, VIP аккаунт на 7 дней и даже машину. Келек. Я сам играю в Grand Mobile и часто встречаюсь там с подписчиками. Скачать игру можно по ссылке в описании, она доступна как на Android, так и на iOS. Присоединяйся к нам и давай играть вместе. Ну а теперь продолжаем. Думаю, все прекрасно помнят те сливы к 4 части 70 серии, на которых было написано «На два шага впереди». Мы тогда долго гадали, про кого говорится в этих спойлерах и пришли к выводу, что возможно это G-Man. Но просмотрев 4 часть 70 серии, я не увидел ничего сверхгениального со стороны этого персонажа и поэтому задумался, о ком все-таки говорилось в этих сливах. И тут я вспомнил самого загадочного персонажа в сериале. Да-да, я говорю о секретном агенте. Недавно мне в голову пришла интересная теория. А что если Дефук все распланировал? Что если все события полной 78 эпизода пошли именно так, как нужно? Сейчас объясню. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, давайте погрузимся в прошлое. Вам не показалось странным то, что произошло в 73 серии? Я сейчас говорю о моменте, когда у Джумана появились зеленые сферы. Зачем они вообще были нужны? Ведь кроме взрыва, ничего существенного они не дали. Ни эпичных последствий, ни интересных деталей. Просто показали и все. Эти сферы попали на Тивмана Титана и на Спикера. Но мы так и не увидели серьезных последствий. Особенно со Спикером. Это вообще осталось за кадром. И тут возникает логичный вопрос. Зачем эти сферы вообще были нужны? Смотрите, мы видели, как эти сферы попали в дух Титанов. И сразу после этого секретный агент ушел, телепортировавшись с характерной зеленой вспышкой. В моем понимании, есть вероятность, что секретный агент предвидел возможное заражение своих Титанов, так как он знал, что астротуалитов невозможно одолеть с нынешними силами. Поэтому через Джимена он внедрил свою технологию внутрь них. Это может быть некая энергетическая защита на случай заражения или наоборот специально подготовленной энергии. Например, чтобы после заражения Титаны побывали на базе врага, получили их улучшения, а затем их можно было активизировать, освободив от паразита и использовав. Таким образом, мы получим двух усиленных Титанов, готовых атаковать Астра и доминировать над ними. Более того, если эта энергия не предназначена для этого и не может противостоять силе любителя ядров, то даже в этом случае она имеет смысл. Секретный агент сможет наблюдать за врагами, их глазами и получать важные сведения о технологиях и планах астротуалетов, фактически используя Титанов как шпионов. Но из этого следует, что и Спикерман Титан может заразиться. Конечно, есть вероятность, что секретный агент предвидел и это, и мы вскоре увидим заражение Спикера, хотя такой сценарий кажется маловероятным. Скорее всего, Двук просто решил подстраховаться и защитить сразу двух Титанов на случай угрозы, ведь мы прекрасно знаем, какой вспытчивый характер у Спикерман Стана, а это значит, что дополнительные меры предосторожности вполне оправданы. Если следовать этой логике и вспомнить мою предыдущую теорию про Джиггернаута и Джимена, то нынешнее положение Альянса уже не кажется столь беспомощным. Если план агента действительно сработает, и мы получим невероятно сильного астратива Альянса, это станет мощным толчком к обеде Альянса. По сути, это всём напоминает стратегическую партию в шахматы. Иногда нужно пожертвовать спешкой, чтобы в конечном итоге поставить шах им от королё. И, возможно, именно таким гениальным и дальновидным ходом руководствуется секретный агент. Кстати, откуда вообще взялась эта мысль? Если внимательно посмотреть на постер из 74 серии, ядро Джимена заметно напоминает ядро паразита астротуалетов. Это наводит на мысль, что Джимен мог быть заражён ими в прошлом, когда попытался пойти против их системы. В результате он оказался под их контролем. Однако, секретный агент, вероятно, освободил его с помощью своей зелёной энергии, которая, как известно, может отключать устройства и технологии. Это объясняет, почему Джимен сотрудничает с ним. Не просто по воле случая, а из-за того, что был спасён от паразита. Да и в целом, если так посмотреть, то зелёная энергия — это, по сути, своя способность отключать любые приборы. Допустим, пульт, который был у красного каммармена, и как раз частицы Джимена, которые отключали ядро Тивмену Титану в 73 серии. Через неё Дефук смог освободить Джимена когда-то, а сейчас сможет помочь Тивмену Титану. Поэтому я уверен, что эти шарики скоро сыграют свою роль в сериале. Именно поэтому вы на превьюшке видите Тивмену Титана, который прощается и телепортируется с помощью своего телепорта. Что ещё интересно, вы же помните, что раньше Дефук создавал анимации по Трансформерам, да и в принципе он любит эту вселенную. Мы с вами даже находили скорость характеров между персонажами сериала и этой франшизой. Так вот, помните фильм «Трансформеры. Последний рыцарь»? В этом фильме Оптимуса Прайма подчинили враги, и он стал сражаться за Десиптиконов, тем самым предав их. А в конце фильма, когда Бамблби сражается с Оптимусом, когда последний чуть не убивает Бамблби, он умудряется поговорить с Оптимусом и вразумить его. И тот приходит в себя. Возможно, то же самое мы можем увидеть в сериале, но на месте Бамблби окажется Спикер Мэн Титан. Это будет достаточно иронично, так как Тим Мэн Титан раньше пытался спасти Спикера от заражения, но не получилось. Здесь же, возможно, повторится то же самое. Хоть я и говорил, что всё сходится с фильмом, я не уверен, что Спикер сможет спасти Титана, ведь Дефук любит повторять старые моменты из своего сериала в новой обёртке, так сказать. Поэтому на помощь Тим Мэн Титану пойдёт кто-то другой, а Спикер будет вынужден сражаться против своего друга и вряд ли победа будет на стороне Спикера. А что касается Трой Слива, о котором я говорил в начале, то в этот раз Бум добавил Элит Каммермена, а на фоне можно заметить Тивуман. Получается, это уже четвёртый ютубер, который бьёт морду с Кобидинами. Но кто же будет следующий? Напишите ваши варианты в комментариях. Я, например, жду Джеки Чана, Годзиллу, ну и можно добавить осла из моего любимого мультика Шрек. Было бы шикарно. Кстати, это напоминает момент из фильма Доктора Стрэндж, когда он создал временную петлю и события постоянно повторялись. А в этом случае секретный агент засунул немытого временную петлю, где его теперь каждый будет давать чапалах. Кто не знает, кто такой Нэмми и почему он удостоился такой судьбы, можете посмотреть вот этот мой видеоролик, где я всё это рассказываю. Ну или, если это уже смотрели, рекомендую видео с Жменом Джиггернаутом, в котором я общался с Дефукбумом и задавал сюжетные вопросы. Тоже прикольный ролик. В общем, друзья, увидимся. Пока.